Тракенин 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 Здесь собрали плотный завод имени Кирова, расположенный в Ростовской области, который в долгое время являлся фаворитом по разведению лошадей в тракенинской породе. На манеже еще одна тракенинская кобыла, Персихона М, дочь автора и политики, 2050 года рождения. Рождена от христианско-фермерского хозяйства Маланечева, временная ферма Маланечева расположена в Тостинском районе Ленинградской области и занимается разведением и доращиванием лошадей Тракенинской, Гоноберской и Голштинской породы. Приведуя в уголовье составляют 25 марок, из них 12 в Тракенинске и 13 в Гоноберске и Голштинске. Все уголовье проходит испытание молодвяка, по итогам которого саморемонт оставляют только самых лучших. В хозяйстве используются жильцы-производители Голштинской и Гоноберской породы с выдающимся происхождением близких трудоначальников времени. На выставке представлена кобыла из маточного состава КФХ Маланечева. В ее родоскорте до 4-го поколения встречаются только самые выдающиеся лошади. Большое спасибо. Напомню, это была перси фона М. Но, как говорится, если вы хотите узнать породу лучше, то смотреть надо на жеребцов. Який представитель Тракенинской породы лошадей. Великолепный серый жеребец, мельной пив, сын Питтбурга и Хрупки. Рожден он в 2013 году в московском горном заводе. Прекрасно выяснил жеребец. В позапрошлом году, в 2017 году, на ипосфере, хмельной пив был признан четвергом породы и получил диплом в первой степени. Это яркий представитель породы, подготовленный к преодолению препятствий по пашкорту до 120 см. Очень спокойный, очень плотно вешенный. И хмельной пив предлагается на продажу. Вы можете приобрести этого великолепного представителя Тракенинской породы. Который, я думаю, не только послушает вам, как горловая спортивная лошадь, но и может работать как жеребец-производитель. Очень достойный жеребец. Спасибо большое.